Понуждение к компромиссу Понуждение к компромиссу Первая сессия нового состава Гособрания Республики Алтай длилась 11 часов. Коммерсант, Новосибирск, номер 181 от 4 октября 2019 года. Первая сессия избранного в сентябре Гособрания Республики Алтай стала самой длинной и скандальной в истории республиканского парламента. За 11 часов депутаты так и не смогли обеспечить руководящими кадрами все комитеты Гособрания. Голосование за три должности продолжится на следующей сессии. Оппозиция, рассчитывавшая взять под контроль три комитета и семьи, а также назначить своего представителя вице-спикером парламента, получила лишь один желаемый пост. Коммунист Виктор Ромашкин возглавил комитет по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. Четыре комитета, как и пост вице-спикера, достались единороссам. Оппозиция сумела отработать механизм давления и показала свою силу, но сложившееся противостояние усложнит политическую ситуацию в республике, уверены политические аналитики. Вчера на первой в этом созыве сессии Гособрания АЭЛ Курлтай Республики Алтай депутатам предстояло избрать вице-спикера парламента и распределить должности председателей комитетов и их заместителей. Однако сессия началась со скандала. Единороссы предложили закрыть вакантные руководящие посты пакетным одновременным голосованием, что противоречит регламенту госсобрания, согласно которому вице-спикер избирается отдельно от руководителей комитетов. Несмотря на яростный протест коммунистов и справоросов, предложение о пакетном голосовании было поддержано большинством парламентариев. Как Единая Россия взяла большинство на выборах депутатов в госсобрания Республики Алтай. Напомним, выборы в новый созыв госсобрания прошли 8 сентября 2019 года. Единая Россия получила 25 мандатов. КПРФ, 7, ЛДПР, Партия Дела, Родина и Справедливая Россия, по одному, прошли 5-ро самовыдвиженцев. 31 человек из 41 были избраны впервые. В поддержку оппозиции выступил независимый депутат Сергей Кухтойков, который усомнился в кристальной честности своих коллег. По его словам, на первой части сессии Республиканского парламента 1 октября, где со второй попытки спикером был избран единоросс Владимир Тюлейнтин, был нарушен принцип тайности голосования. Многие депутаты при повторном голосовании за председателя выходили и показывали свои бюллетени с отметкой фотографу или фотографировали сами и отправляли в мессенджерах своим руководителям для контроля, сказал депутат. Он потребовал ограничить доступ фотографов в зону голосования, сделать урну непрозрачной, запретить фотографировать бюллетени в кабинке для голосования и показывать бюллетени до того, как они попадут в урну. Его поддержали депутаты-коммунисты. Лидер фракции КПРФ в гособрании Виктор Ромашкин заметил, что предложение Кухтуейкова вполне нормальное, и попросил принять его требования, предупредив, что тогда поводов для Димарши не будет. «Я фотографировал и буду фотографировать. И никому не буду отчитываться», парировал депутат от «Единой России» Григорий Пельтин. Гул голосов заглушил шаги 15 депутатов, покидавших зал заседаний. В их числе шесть представителей фракции КПРФ, шесть независимых депутатов, по одному депутату от «Справедливой России», ЛДПР и Родины. В зале остались одни единороссы. Председатель гособрания Владимир Тюлентин был вынужден объявить перерыв. Как Виктор Ромашкин проиграл Олегу Харахардину выборы главы Республики Алтай. Спустя 40 минут депутаты собрались снова, но лишь для того, чтобы выслушать заявление Виктора Ромашкина. 1 октября в присутствии высших чинов в ЕР произошло нарушение тайности голосования. Абсурдно просить законодателей соблюдать закон, но если он нарушается, то нет другого пути, кроме как заставить. Наши предложения по соблюдению тайности будут сформированы и переданы руководству. Если мы придем к консенсусу, то депутаты вернутся для обсуждения дальнейших вопросов, сказал коммунист. Он добавил, что фракция правящей партии решила все о освобожденные должности и комитеты забрать себе, и это не устраивает тех, кто ушел. В работе сессии снова был объявлен перерыв. Четыре часа потребовалось депутатам для того, чтобы договориться о соблюдении регламента при избрании аппарата парламента. Одновременно оппозиция попыталась расторговать должности в комитетах. По словам источника «Твердый знак Сибирь», близкого к гособранию, оппозиция рассчитывала получить руководящие посты в трех комитетах и провести своего представителя на должность вице-спикера парламента. Однако правящая партия категорически отказалась от предложения. Поскольку формальное требование о соблюдении регламента представителями ЕР было принято, депутаты вернулись на сессию, сказал источник. В итоге парламентарии избрали заместителем председателя Единоросса Германа Чепкина, который набрал минимум голосов – 21 из 40. С первого раза удалось выбрать руководителей только четырех комитетов. Председателем Комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению стал коммунист Виктор Ромашкин. Комитет по экономической, финансовой и налоговой политике возглавил Единоросс Артур Кахоев. Его коллега по фракции Наталья Якеева избран руководителем Комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ. Единороссу Олени Казанцевой достался Комитет по здравоохранению и соцзащите. По трем комитетам консенсус найден не был. Никто из претендентов на должности и их председателей с первого раза не смог набрать 50% плюс один голос от числа присутствовавших депутатов. В работе сессии был объявлен перерыв и повторное голосование. Но и со второй попытки депутаты смогли закрыть лишь одну вакансию. Председателем Комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики избран Единоросс Сергей Тимошинский. Почему Единая Россия рассчитывала занять почти все руководящие посты в парламенте Республики Алтай? Спустя 11 часов после начала сессии депутаты решили остановить голосование и перенести на следующую сессию избрание руководителей Комитета по аграрной политике и Комитета по экологии и природопользованию, а также заместителя председателя Комитета по экономической, финансовой и налоговой политике. Под занавес заседания слова взял избранный одновременно с депутатами гособрания глава Республики Алтай Олег Харахардин. Он поздравил парламентариев с победой на выборах и призвал их осознать свою ответственность за принимаемые решения. «У нас впереди много работы, и это – не шутки. Нужно ответственно подходить к этому», – сказал господин Харахардин. Политтехнолог Константин Лукин полагает, что предстоящий политический сезон будет горячим. Ер хоть и обладает простым большинством, но оно у них не консолидировано. Их раздирают внутри партийные противоречия, учитывая результаты голосований. Эксперт отмечает, что, попытавшись обойти регламент, единороссы провалились и организационно, и публично, вызвав недовольство главы республики. Оппозиция сумела отработать механизм давления и показала свою силу, потому что ее уход с сессии не позволяет решать вопросы повестки. Поэтому правительству ИР придется находить компромисс с представителями других партий, уверен аналитик. Политтехнолог Юрий Оведенко отмечает, что сложившееся противостояние усложнит политическую ситуацию, за счет чего пострадает организационная работа исполнительной власти. Такой ситуации можно было бы избежать, если бы представители партий заранее провели предварительные консультации по распределению ключевых постов в парламенте, говорит эксперт. Юлия Сосевич. Важные новости от Твердый знак Сибирь получайте. В. Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин